здравствуйте вы смотрите wall street онлайн с вами шлемах и мы сейчас рассмотрим основные фишечные рынки крипто рынок и золото евро рубль и вначале мы по традиции рассматриваем предстоящие события на следующую неделю также отчеты компаний и как это может повлиять и также торговый сценарий итак начнем с событий которые были на этой неделе здесь стоит подчеркнуть отчет ввп по британии который очень сильно удивил все ждали более-менее улучшения по отношению к предыдущему показателю восемь с половиной ждали 73 читали 78 то есть ситуация чуть-чуть улучшилась но не такая как прогнозировали то есть британия еще потихонечку в отрицательном индекс экономических настроений z и w ждали 79 а читались вообще 70 то есть тоже негативные показатели и это как бы для европейских индексов такой достаточно интересный маячок то есть намного меньше на 9 значений считались решение по просто наставке новой зеландии оставили на том же уровне было выступление главы фрс павла к сожалению я не смотрел детально о чем было выступление но на рынке это как-то очень сильно не повлияло также был отчет по ввп китая там на всю полностью вот шести с половиной процентов ждали 19 отчитались 18 3 и обратите внимание что 18 3 подчеркну подсвечивается красным цветом якобы хуже ожидания но предыдущий показатель был шесть с половиной процента вот так манипулируют даже такими мелкими деталями так что будьте внимательны когда смотрите экономический календарь это событие которые были на этой неделе а вот на следующей неделе по экономическому календарю у нас очень насыщенная событиями будет неделька на этой неделе также были отчеты финсектора сша за квартал так вот там нет наверное ни одной компании ни одного банка или инвест организации которые считались плохо то есть все лучше ожидания единственное если не ошибаюсь сейчас секундочку ждали black rock ждали примерно без 78 читались три семерки и united states банков ждали 5 5 доход читались 547 то есть совсем чуть-чуть там для этого банка но в целом по сравнению с предыдущими показателями то отчет у него хорошо все абсолютно голлман сакс джипи морган волос парга причем читались на 3 миллиарда лучше чем допустим джипи морган ждали 30 отчитались 33 то есть очень но вы понимаете за счет чего тут все подросло я думаю что они также участвуют вот все их всех этих крипто ралли плюс печатаются денежки и это все также оседает на полках банковских хранилищ united health страховая тоже читалось неплохо ну все все просто все в зеленой зоне на следующей неделе будут читать такие компании как объем это в понедельник потом джонсон и джонсон это вторник до открытия рынка затем будет аббатла аббат лапс я думаю вы знаете эту компанию тоже будет до открытия рынка также известно за раз но там же капитализация не сильно отчет будет среду под таким компаниям как от м ламбер search и айсмл элх эйди эр полностью компанию я не знаю также ксеркс отчитывается вторник в четверг нлмк intel и биоген в интересное наблюдать наблюдать за компанией ну из известных еще разве что american express в пятницу вот целом события по отчетам на следующей неделе а вот по экономическому календарю у нас будут вот какие события и обязательно их поставьте на уведомление в смартфон значит вторник 20 апреля будет базовая кредитная ставка нбк китай читается по процентной ставки очень влиятельная экономика соответственно изменение просто наставки там очень будет влиять на многие бизнесы которые перенесли производство именно в ту страну британия считается по изменению числу числа заявок на пособие по безработице тоже будет все вторник понедельник у нас последнее время очень лайтовый с отчетами и событиями как вы видите уже треть недели подряд понедельник ничего не происходит я принципе их понимаю решение просто наставки канада среда 21 апреля 1700 поставьте себе уведомление 1700 21 апреля канада процентная ставка также сразу за ней через полчаса считывается по запасам сырой нефти сша это среда четверг здесь 1445 очень-очень важное уведомление решение просто наставки еврозоны будет пресс-конференция евро центробанков 15-30 но вот 1445 ну планируется что стоять на том же уровне но все может быть поэтому будьте осторожны внимательны и второй день получается у нас решением по просто наставки подряд среда четверг и в пятницу у нас идет решение по просто наставки в центробанка российской федерации планируется что повысит на 25 сотых но аналитики прогнозируют как будет в пятницу 23 апреля 13 30 уведомления поставьте те кто будет торговать на российском рынке индекс ртс сбер газпром рубль 1330 может немножко штормить поэтому будьте аккуратны и старайтесь защищать свои позиции и снижать риски так это был экономический календарь дальше нас ждет snp надо еще хотел вам продемонстрировать значит недельный срез фондового рынка непосредственно с 500 сейчас покажу вот все практически более-менее неплохо читались ну вот по динамике в чуть-чуть в джипе морган и бэк просели но это явно потому что у них намечались позитивные отчеты вот они всех их немножко продавили nvidia вообще зашкаливает все в последнее время просто вот без без остановки ползет вот эти кривая там с верхним видно график такой мини микро график ну apple microsoft я уже молчу amazon tesla и так далее видел практически всех сектора ну вот банковский сектор понятно можно списать на манипуляции перед отчетами либо после скидывают все кто закупился ну и соответственно остались сектора практически все в зеленой зоне и так это кстати слайд не даже не слайд это график бите си цемьешная котировка и бите си сди и фьючерс бинанс один в один то есть вот отклонения если продемонстрировать на 8 тиковых клоняются графики это если не ошибаюсь 10 минутки сейчас проверим до 10 минутный таймфрейм баров отклонения максимум вот края это 8 тиков это это в моменте вот то есть там микро арбитражники еще могут как-то жить в этом небольшом отклонение но в целом один в один котировка и так прошлый раз я не успел просмотреть бите си и соответственно сейчас буду проводить анализ именно на цемьешной котировки поэтому сегодня начнем не с нефти а сбить и чтобы успеть не забыть про так как многие трейдеры уже пришли ну или как минимум добавили свой инструментарий торговлю на крипто инструментах валютах крипто биржах и соответственно динамика там очень очень колоссальная можно очень быстро разбогатеть ну собственно и также можно обжечься и так апрельский контракт уже третья неделя более менее в рабочем объем идут на стандартном уровне у нас ядро аккумулируется 57 750 59 700 это ядро контракта апрельского вот можно отметить то есть грубо говоря 600 до 600 60000 и по 58 тысяч это основной коридор который наиболее более всего ликвидно по торговали есть второстепенный уровень это непосредственно вот по текущей неделе также хороший уровень из 3 3 дня и обратите внимание надеюсь вам хорошо видно сейчас мы чуть ярче сделаем лимиты ядра каждого из этих дней они находятся в одном диапазоне вот так вот это все выглядит три дня три ядра на одном диапазоне и соответственно формируется вот такая площадка обратить внимание что дисбаланс в этом диапазоне по дельте справа все на покупках то есть три дня кто-то тарился вот и дельта отобразилась вот здесь конкретно вот именно только в этом диапазоне она была на покупку но и посмотрим что там происходило обратите также внимание 6000 6000 это общий объем торгов за день набить и си который на семье торгуется я вам показывал что котировка идентичная поэтому они в друг друга дублируют 8 600 это было 14 числа пиковая ликвидность на этой неделе и потом 424 едва то есть ну ведь обороты идут прямо один в один то же самое было вот здесь пять с половиной пять с половиной скачок до девять с половиной здесь восемь с половиной то есть среда последнее время вот второй контракт уже наблюдаю по средам очень такой сильный дисбаланс по ликвидности потом четверо пятница все тихо тише по ликвидности идут так смотрим по открытому интересу у нас пик был 7 159 на этой неделе пик нет не пробили но в целом позиции набирали именно по до среды 66 тысяч грубо говоря набрали до шесть с половиной потом был сброс вот непосредственно 14 числа как видите на 300 не критичная но все-таки в не вбраску и совсем чуть-чуть подбросили древишек этого четверо пятница незначительный значит сброс по покупкам тоже здесь совпадает как бы 6350 давайте посмотрим по дельте там где было открытие позиции непосредственно у нас идет покупка соответственно уровень вот этой сессии ядро этого дня мы берем в качестве поддержки так как здесь общий показатель дельте на покупку открытый интерес на этом участке увеличивался то есть открывали позиции будем надеяться что эти уровни себя проявят очень хорошо на поддержку как раз вот пятница сейчас более-менее тестировал этот уровень это преимущество объемного анализа то есть никакой субъективности конкретно диапазон конкретно активность и следим за крупными объемами где работают более крупные участки рынка давайте так хорошенько выделю вот эту активность обратить внимание она не на продажу она на покупку все три ядра суммарно был показали по диапазону плотно очень покупочки и это стоит учитывать то есть как только цена возвращается опять в этот вкусненький коридор вполне могут оттуда байра опять создать катапульту на пробитие 66 отметки может быть даже пойдем уже на 70 то есть давайте посмотрим сколько там набросали суммарно это по дисбалансом по дельте значит 8087 63 то есть но не критично и для ци внешней крипты это в принципе в нофе 100 контрактов там если 200 где-то будет это уже хорошо то есть это неплохие показатели обороты 200 300 250 это за день как бы по ценам топчик идет и вот у нас дельта непосредственно как увидите дельта аккумулировать здесь и два дня стояли вот именно 63 563 200 поэтому для восстановления покупок ценник 61 655 потенциально должны бы побыл ну как можно раньше в понедельник вторник вернуть к этим диапазонам это будет хороший маячок тому что байра еще есть и вот это момент который мы наблюдаем этот просто сброс топорей причем сброс сбросили не ниже вот этого уровня поддержки соответственно смотрите в нем в оба если вы в покупках то есть шансы что если закроет сегодня неплохо вернее криптаж там не закрывается фактически бирж очень много и естественно нон-стоп как бы торгуется вот в уровень поддержки плотность за текущий контракт 60 с половиной по 51 300 это диапазон с учетом вот этих покупок плюс здесь докупились ну в общем коридор плотников выстраивается давайте продемонстрирую вот плотный коридор 60 тысяч 500 прям вот очень хороший коридор и 59 500 весь этот коридор оставили след байры это активность была в эти три дня добавили еще здесь протестили пока ценник находится ну за серединой коридора пятницы то есть стремится как бы на максимум пятницы вернуться посмотрим значит 14 на 4 действительно была фиксация по позиции напомним open interest и сегодня немножко прирост но в целом с учетом того что выбрасывать стопы и тут же их сразу откупают поэтому это нормальное явление когда открыт интерес при сбросе из топорей либо нейтральный либо незначительные изменения на рост в общем вот такой сценарий вид облупе у нас идет в районе пятьдесят девятый пятьдесят восьмой с половиной вот ядро контракта там же в этом диапазоне соответственно вполне ожидаемая коррекция там может быть даже 61 по 30 и потом все таки уйдет вот понедельник вторник или в среду это произойдет я думаю что так как в среду четверг у нас идут процентные ставки по банкам это явно будет влиять и на динамику криптовалюты поэтому ждите к среде уже как раскачают лодочку вот понедельник вторник может еще возвращаться будут коридора потом уже пойдет динамика напомню что покрыть те последние два контракта среда очень часто ключевой день и самый ликвидный это был битисит правда цемешный но в целом котировка идет в один в один двигаемся дальше нефть нефтянушка 64 отметка новый контракт объемы пока вот такие jun 21 пока только раскачиваемся и открытым интерес у нас идет прирост позиции до четырехсот сорока шести тысяч обратите внимание что после рывка 14 числа у нас опять застыли на два дня точно так же как они начали этот маневр но прошу заметить на то как распределилась ликвидность это раз и насколько четко и точно плотненько выстраиваются агрессоры 59 с половиной по 60 это все байеры это на данный момент пока на новом но на юнском контракте ядро контракта основной диапазон тут объемных торгов значит толкнули выше вот у нас идет тут ступенчатая поддержка 616 130 и идет очень такой плотный коридор 6170 62 ну включительно 70 то есть видит коридор саппорт и в целом пока два дня удерживают байера с контроль цены это вот реально удержание цены если вы открыли покупку держите там 6 до текущей ситуации пробитие 64 с половиной будет таким маячком к тому что в байеры чуть-чуть потеряли контроль если это будет сброс просто стопорей в понедельник и возврат обратно в целом ну желательно чтобы не ушла цена ниже вот этого коридора 62 грубо говоря ну терпимо то есть так видовую пищу сойдет на 61 с половиной к примеру понедельник он будет уже 62 соответственно тестирование и поход наверх вполне реализуемый сценарий давайте посмотрим по дельте что у нас происходит значит покупают на хаяк видите вот идут покупки вот эти два дня и причем агрессоры идут на хаяк не только недели но и каждого из дней идут агрессоры на самом максимуме то есть диапазон не просто так пакуют такие две плотные сессии то есть это не манипулятивные кита скачки очень узкие плотные сессии и на самых хаях байеры тарятся толпой которая заходит на шорт на самых хаях недели поэтому будьте осторожны если не будут сбрасывать ниже 62 в целом хороший сценарий на то чтобы запрыгнуть на покупку в случае если уходит ниже 61 ночь сет один с половиной уровень поддержки пробивает соответственно можно будет с покупками пока повременить и по сценарию если будет сценарий из расчета на продажу то обязательно нужно чтобы прошли вот этот весь диапазон поддержки сет 161 с половиной то есть вот этот саппорт обязательно нужно пробить если вы хотите чуть раньше зайти естественно тестирование вот этого уровня сопротивления которые набросали почти 6000 на вот этом уровне его пока ведь байеры не перекрыли по ликвидности но в целом могут здесь возобновить свою активность продавцы если ценник все-таки толкнут ниже 62 соответственно тестирование в dwp возврат обратно и здесь если будет сильная защита продавцами диапазона 63 можно попробовать запрыгнуть и на на юг прокатиться значит тут три дня были покупки на новом контракте и давай сейчас клейку посмотрим значит по склеечки проанализируем вот так распределение агрессора идет это неделя двухядерная то есть ядро прошлых недель четко сформировалась плюс-минус по центру диапазона недели а здесь у нас два ядра раз ну и второстепенная тут два дня и здесь два с копейками дня то есть это обычно происходит но формирование двух ядерных недель это когда происходит существенное расширение но обычно это понедельник вторник среда как раз уходит все на движение и потом четверо пятница стоят на на диапазоне вот это нового уровня тот факт что здесь два дня даже два с копейками дня стоит четко выше 62 с половиной и цена не падает сильно говорит о том что байры там продолжают как бы отвечать на все продажи то есть они перекрывают балансом то есть балансируют и не отпускают цену на снижение то есть соответственно байры тут есть и мы их видим поэтому сценарий на покупку не исключается за обратить внимание весь коридор просто вот на байрах от 62 до 61 это было 7 евро и так на евро интересный момент вы сейчас видите реверсивный контракт то есть по сути практически нулевая точка реверсивности полностью вот начался контракт и почти развернулся то есть абсолютно реверсивная модель сейчас лишь ну на следующей неделе судебудь будет как раз решающий момент здесь пока мы увидим из пяти дней 5 на short поэтому еще мог может быть трудность расширения за 1 и 2 но сам факт осторожность нужно нужно учитывать этот момент итак давайте посмотрим по ядро сейчас у нас идет на 19 по 1950 можно смело брать весь этот коридоров в качестве ядра и она сформировалась за счет вот этих полторы недели здесь пол недели здесь пол недели грубо говоря где-то две две с половиной недели торговки на одном ценовом диапазоне и у нас ядро уже здесь обратить внимание что вот этот уровень тоже не слабенький и он достаточно плотный и это все благодаря вот этим трем дням смотрим объемы перед пробитием такого важного уровня вот это флэйтовая формация которая идет не на супер объеме то есть я думаю трейдеры которые давно торгуют неоднократно наблюдали и знают что перед пробитием важном уровне обычно вот такие пидстопы на день два три происходит то есть дело в том что это уровень для байеров по позиционированию получается самый топ и у крупного участника вот вспомогательной команды там средние трейдеры либо же толпа они тут не сильно уверенно покупают потому что это хай контракта и хай за последние там полтора два месяца и соответственно байру нужно всю активность которая идет на шорта и это много толпа там явно заходит на продажу потому что здесь ну многие просто проведут вот так линию и соответственно начнут там по трем верхушкам как же я так смеялся когда мне рассказали три действия называется стратегия когда ты рихая проводится линия просто вот и на 4 или на 3 тихая заходишь на продажу соответственно ну если такие стратегии в общем ключевой момент очень очень похоже на то что готовится пробить хай развернуть контракт ну в принципе уже почти развернулся вся модель уже но единственное что я вас попрошу отслеживать на следующей неделе это приток ликвидности если будет стандартная ликвидность может быть проблемное расширение будут мучать если на процентных ставках которые будут как раз если не ошибаюсь четверг в четверг вот к четвергу понедельник вторник могут дрейфовать могут пытаться там расширить но в четверг именно вся динамика состоится поэтому если вы зайдете до четверга позицию на еврике у вас будет преимущество вы сможете как минимум хотя бы вот эту волатильность выдержать и вас не выбросит из позиции в четверг если все получится соответственно можно будет прилично заработать на еврике если вы торгуете эту эту валютную пару и так по дельте опять же здесь были шарты причем 6 половиной 5 и 6 вот здесь явно тут желающих зафиксироваться было предостаточно но обратите внимание на приток позиции вот был уровень 635 тонн 635 здесь 645 очень неплохой прирост за три дня эти три дня 14 15 и 13 число открывают позиции там пока на данный момент на шарты идут вся неделя на продажах соответственно крупный игрок может лимитками заходить поэтому агрессор на был может быть на продажу но они тут явно заметно если вы мониторить еврик посмотрите тиковый график там будет видно как просто вот прям плитами держат лимитками крупными уровнем точно так же вот здесь три дня стояли видите идентичную вот три дня плита стояла то есть не пускали то есть это один тоже почерк грубо говоря тут как бы ну прям глаза бросается то есть по три дня держит в коридоре плотном и всех мучают соответственно будьте осторожны не исключено что сбросит стопори потом пойдут на бай или же наоборот сбросит перед продажами стопорей то есть сделают ложный пробой потом вернуться ну вот как раз возврат будет ближе к четвергу поэтому внимательно беда был пир на 3 8 очках это 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 к прибыли 3 восьмерки неплохое число так это был евро мы двигаемся дальше рубль рубль очень интересная ситуация значит давайте посмотрим по ликвидности топовая ликвидность в этом контракте составила 62 миллиона это было 15 числа вчера а вот значит по к ядру контракта текущего здесь у нас идет 77 176 600 тут две недели пару дней еще две недели два дня и тут три дня ну грубо говоря три недели суммарно обратите внимание на диапазон ядра он полностью весь на барах даже с лихвой то есть не просто где-то там чуть-чуть просматривается плотно каждая цена вот здесь бары тут бары и вот последнее время здесь они пробили уровень ну пока вот вот так вот значит смотрите очень интересная растроговка волатильность двух дней идентичная но абсолютно кпт у одного дня очень ударная это было 13 числа кпд open close очень мощная а вот 15 числа не сильно высокая кпд значит по уровням сопротивления если вы зашли на шорт и держите продажу то ваш диапазон я бы отметил вот эти два очень агрессивных дельта массива три семерочки 20 и 78 20 30 выдать весь коридор если цена не будет пробивать диапазон вполне может быть хорошая защита со стороны продавца особенно обратить внимание на ну три семерочки на самом деле 77 750 там 128 тонн дельта проторговка 2 миллиона 2 миллиона то есть в ядре контракта 2 от двух до двух с половиной миллионов по каждой цене проторговка здесь по 2 миллиона вот конкретно вот 70 77 850 77 800 значит по открытому интересу то есть мы смотрели объем был у нас вчера самый крупный нету жесткого вброса позиции на самом деле потому что вот эти две сессии очень лихо могут не могут они так и произошли они выбрасывали из рынка снимали в стопоре то есть это конкретно раскачка так как на следующей неделе напомню в пятницу процентная ставка центробанка российской федерации планируется что повысит ее на 25 соток посмотрите совсем недавно было повышение процентной ставки и понаблюдайте на исторический на графиках что произошло после отчета с рублем и собственно планируйте что примерно такой же сценарий будет но уже весь и начали рвать причем тут еле-еле-еле шла котировочка здесь прям за один день пролетают пол пол диапазона прошлой недели тут выбрасывали позиции это явно и тут выбрасывали этот интерес упал тут прикупили то есть вернее зашли как раз пытались удерживать бояра сейчас посмотрим подойти да да как раз там где открывали позиции вот здесь была покупка это вот эта флотовая сессия потом на следующий день тоже не пытались покупать вот здесь 84 тонны но здесь открыт интерес немножко просел и просел дальше открыт интерес и шорты идут по агрессору но здесь порядке вещей это как бы посмотрим как откроется следующая неделя понедельник в общем там где у нас есть прирост позиций вот здесь была покупка обратите внимание весь диапазон там практически по агрессору все 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 за все забрал и на этой неделе 14 числа то есть вот это все выброс по стопорям ну и соответственно самой топовой недели у нас дельта на бай вот такие вот уровня давайте ядро недели отметим и это у нас получается здесь два ядра тоже двух ядерная вроде раз торговка совсем не такая как у предыдущего инструмента еврика но тут просто вот такая волатильная мясорубка ядро 76 276 600 это за счет вот этих двух дней и за счет вот этих трех дней 77 750 по 78 2 ядро диапазон распределения байеров обратить внимание тут прям особо не ну прямо бросается в глаза поэтому здесь будьте объективны объективно до процентных ставок в среду в четверг и в пятницу понедельник вторник может просто меланхолия знаете вот на рынках то есть просто дрейфует без особого интереса плюс понедельник особо никаких отчетов нет и даже вот по экономическому календарю очень тихо а вот среду 4 пятницу вторая половина недели грубо говоря если разделить неделю на две части то вторая половина недели будет такой достаточно подвижной волатильной а вот первая половина недели будет более спокойно учтите это то есть если вы в первую половину зайдете перед вот этим штормом и ваша позиция там на понедельник зашли вторник немножко дал прибыль то вы среду четверг сможете за счет этой прибыли немножко балансируя выдер ну ваша позиция может выстоять эти все шторма и вы сможете эту позицию еще продержать до конца недели а на волатильности под просто наставки может очень хорошенько двигаться цена особенно если ажиотаж будет прошение просто наставок не самая хорошая не позитивная на самом деле новость и этом направляет на фондовый рынок соответственно так это дельта по неделям и на этой неделе вот мы видим что аккумуляция байеров вот здесь идет и даже на верхушке здесь было здесь нас шорты в основном это 77 200 по 77 500 давайте посмотрим спот он нам немножко подскажет итак на споте начнем с объема в этот омик поставка завтра тоже такой вот активный очень тип раз торговки недели давайте замерим количество тиков 800 тиков за всю неделю почти 800 без 50 тиков за день день то есть за день амплитуда до недели предыдущих дней и так значит по ликвидности 6 половиной это томик здесь у нас было поменьше намного это было вчера дальше у нас идет три дня нормально ликвидность то есть стандартная обычная норма и потом резко приток позиции прошу заметить что вот эти покупки которые были в которой даже отработали защитили вот поэтому сформировался массив именно в этом же коридоре начинает агрессивно скатываться вот эти ребята заметьте прям плотной вот как будто бетонная плита не пускает ниже 75 с половиной и ценник прямо висит уже на этой на этом уровне но не пускаю давайте посмотрим по общей дельте что там происходит в общем значит агрессоры на продажу 13 8 7 числа вот они у нас были вот это их дельта массив возьмите на заметочку грубо говоря 77 по 77 с половиной 77 30 тут у нас массив продавцов защита то есть грубое сопротивление также повторно в разные дни но в одном том же диапазоне работают продавцы у уровня 76 15 по 76 30 это дельта массив еще один продавцов тут его нет суммарно но активность эту я бы не упускал из виду ценник болтается на минимуме недели но судя по такой волатильности очень легко можно в понедельник вторник увидеть на 77 с половиной рубль но сам факт того что вот здесь жестко тормозят уже второй день именно байра здесь припаковывают и тут везде одинаковая дельта 300 с копейками тонн 306 390 328 один и тоже дисбаланс покупки тут покупки два ядра здесь дальше это рубль и того значит вполне выглядит все пока не не так печально но в целом есть семьдесят семь 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 тридцать уровень ядро продавцов который может еще устоять и не пустить выше движением но защита со стороны байеров прям ну очень бросается в глаза так двигаемся дальше сейчас на секундочку золото так тут было золото и так на золоте более-менее начали раскачивать ситуацию значит идет открытому интересу у нас тут прирост позиции был хороший в начале по сути 28 по 31 марта в начале до апреля прошлой неделе тоже четыре дня из пяти был прирост позиции на этой неделе после 13 числа начали дрейфовать и вот 15 числа был прирост позиции как раз пошла динамика на рост видо был и пи у нас южнее соответственно мы пока в зоне байеров по ликвидности торги до 192 тонны 160 то есть пик был 211 начале контракта то есть 192 тонны это второй по рейтингу дисбаланс по дельте прошлой неделе была вся на байерах тут как бы очевидка просто вот очевидная ситуация все пять дней все на покупку и позиции открывались 4 кажется или 3 из 5 дней значит здесь у нас два ну то есть два 15 16 у нас продавцы но две тонны дельта непосредственно вот это торговая сессия интересная среда открыт интересно помню у нас был как раз вторник понедельник и среда прирост позиции а с еще еще 15 число забыл добавить то есть вот как раз ровно середины 13 14 15 число прирост позиции а сегодня у нас идет совсем незначительный фикс и это перед выходными вполне нормальная активность давайте поближе познакомимся с распределением дисбаланса значит что точно стоит взять на заметку это ядра дней которые идут в разное время но в один диапазон пакуют объем то есть плотненько здесь плотненько здесь мы видим ядро то есть все в один в одну цену кто-то упаковывает 70 1750 вернее 17 43 1750 вот в этом диапазоне очень внимательно кто-то тарится также вот эти две сессии два ядра и вот здесь тестирование было то есть у нас 30 нас 25 защищали уровне поддержки то есть по неделе у нас получается распределение уровне вот так выглядит это текущей недели а это прошлое на практически вся на барах было буквально одна цена там как-то фигурирует со стороны продавца здесь диапазон давайте я выделю чтобы вам не гадать значит 1750 760 support поддержка то есть могут корректироваться до 17 60 1750 если вы увидите что там очень хорош хорошо возобновляют свою активность как бы байер и вполне может быть хороший сценарий на покупку по уровню 17 33 1740 тоже поддержка вот непосредственно сначала недели здесь очень хорошенько раскачали была защита и поддержка со стороны байеров этого уровня с прошлой неделе то есть ведь они агрессивным по одним там же уровнем скидывают покупки то же самое было на прошлом деле в этом же диапазоне талица и покупатель вот этот уровень как сопротивление можно попробовать использовать но я думаю что там больше фиксировались после такого удачного роста вполне могло быть что там зафиксировали но на всякий случай возьмите вот этот вид всю макушку на предмет возможного сопротивления это было золото и снг и напоследок и так снг и на этой неделе прям совсем то ли приболел что ли на карантине в общем ползет скрипя зубами но на север на север пока печатный станок печатает кучу кучу кэша чтобы помочь гражданам соединенных штатов америке которые лишились работы из-за пандемии бизнес и которые стоят чтобы все не начали устраивать бунты разные но чтобы хаос не начался просто вот печатают кэш и раздают тем чтобы те одни не устраивали хаос соответственно и это все частично оседает на крипте на фондовом рынке вот соответственно плюс кто устроил эту крипту и пандемию те сейчас вы видели сами в начале обзора какие компании у нас а хорошим практически все с прибылью за этот квартал ни одного банка нету с убытком ни одного все банки все крупные банки америке отчитались пока что вот еще на следующей неделе несколько читается небольших а так в целом и так s&p ушли за 40 за 4000 и тяжело но идут уже вторую неделю вот так поакку раненько с очень слабой волатильностью из и ликвидность как вы видите идет просто вот под линеечку то есть приток ликвидности был единственный день до 14 числа соответственно там есть для этого причины на следующей неделе также вторая половина на s&p ожидается волатильность поделек вторник может дрейфовать примерно в таком же ключе не исключено и что продолжится рост потому что все банки читались просто отлично все в зеленой зоне с хорошей прибылью соответственно если процентной ставки ставят на том же уровне но может повысить только российской федерации и если еврозона оставит на том же уровне сша ставит нам же уровне канада ставит на том же уровне соответственно ничего не меняется все тот же тот же самая стратегия и может быть просто сброс топорей они могут за один день пробежать там полторы две недели предыдущего движения то есть легко вот за один-два дня потом еще вернуться обратно то есть как будет такой стресс тест весь объем зашел вот здесь товарищи вот они закинули и это трехнедельный тренд после размещения позиции в начале контракта так что вот так вот открытый интерес здесь имеется то есть тут не выходят полностью а как раз ждут ждут и вкидывают позиции значит у нас пик как раз на этой неделе был по открытому интересу 2 600 вернее 2 миллиона 600 сегодня чуть-чуть просели там на одну тысячу это не критично но вот четверг подбросили было также подброс на 100 13 числа значит смотрим по неделе ядро вернее сейчас ядра начнем это вот понедельник вторых средам 41 15 41 28 это ядро потом ну соответственно 4 5 уже доб доб уровнем ступенчество идут причем без коррекции без ничего просто идут идут по выезд пока индикатору вот у нас подряд сколько было на покупку период если не учитывать этот день то это продолжается по сей день буквально один день там немножко откорректировались 14 числа но не критично то есть не вышли за минимум предыдущие сессии внутри настрой шла то есть с 31 марта к пошли так вот без остановки смотрите весь апрель просто не грамма коррекции подпроцентной ставки в среду четверг могут как раз вот этот провернуть просто не дают никому зайти абсолютно никому и идут и идут каждый на бай интересная ситуация не часто такое наблюдаешь на спи исторические максимумы топ вокруг творится пандемия бог знает что разные катаклизмы в экономические провалы в крах а у них идет все на север то есть это еще раз подтверждает что фундаментальные показатели экономики просто говоря о том что там ужас скоро начнется как и у всех уже давно начался фондовый рынок прибыли зарабатывать все все отлично с вами был миша лимах встретимся на следующем обзоре вам хороших выходных теплых деньков прибыли на следующей неделе не пропустите она будет достаточно я надеюсь прибыльной и очень удачной торговой недели для вас если так и произошло поделитесь своими достижениями успехами истории этой сделки мне было бы интересно почитать всего на лучшего до свидания пока